привет всем друзьям 11 февраля я выложила старт начала нового процесса и вот прошло всего ничего 12 дней и вчера 23 февраля я этот процесс закончила а я могу сказать что и стоит двух карт которые у меня есть от мил хилл теперь эта карта заняла меньше всего времени я в общем то даже стала как-то рекордсменкой сама для себя вышить за 12 дней такую красоту мне казалось что мне на это потребуется больше прошлого прошлую картинку туза я вышла за 14 дней а может быть даже чуть больше я уже не помню примерно где-то так ну что ж теперь у меня есть две карты а сейчас вы видите на своих экранах только первый день это 11 февраля начало этого процесса сейчас я покажу вам все поэтапно так как я каждый день свой прогресс фотографировала и оставлю вам соответственно все эти фотографии по очереди буду рассказывать кое-что а также в конце этого видео но даже не в конце а может быть даже в середине вы увидите еще одно видео которое даже еще не сняла но когда закончится рассказ о фотографии фотографиях я сейчас же сниму вам видео с готовой работой уже и покажу ее вам потрогаем ее поворачиваем а также покажу ее на фоне туза хотя у меня есть такие тоже фото вы сможете сейчас посмотреть ну а значит и этот набор я собирала сама для новеньких рассказываю то что я показывала то как я собирала этот набор у меня есть фотографии фотографии у меня есть видео целое джим шор дамы мил хилл собираю набор вот с вами мы за час где-то и собрали я все нитки собирала такие какие считал нужными не обязательно прям все по ключу тем более здесь только одна и по-моему а даже может и ни одной нитки dmc нет у меня здесь были и гамма исх с и все остальное пнк даже были вот и они такие толстые ниточки мне приходилось бисер в этой работе пришивать одной ниточкой они 2 не двумя dmc как это рекомендуется ну давайте я вам покажу вам уже поэтапно что и как я здесь вышивала так вот так выглядит первый или второй же мой мой день отшива насколько я помню это первый день был когда я уже попробовала все разные цвета и я так засела за этот процесс у меня просто такое вдохновение было нереальное я ничуть не пожалела что начала вышивать эту даму потому что все-таки от больших процессов нужно отдыхать после снегирей мне нужен был некий отдых и вот я начала и так у меня получалось кстати на кэш или я научилась вышивать только где-то после того как я вышла половину туза своего первого не так то уж это и просто особенно когда до этого ты никогда не ушел на равномерке и тут вдруг сразу ли он и ну ладно 28 хоть каунт не 32 вот на 32 еще предстоит но я уже поняла что это процесс который очень похож на процесс туз и не зря эти карты являются серийными с одной серии они очень похожи в отшиве друг на друга о том какая разница я уже расскажу позже но первый день у меня был такой и я решила так я начинаю эту даму и ни на какие другие процессы больше не переключаюсь сколько мне потребуется дней для того чтобы ее вышить столько и потребуется и я провела эти 12 дней вот буквально захлеб это был уже следующий день к сожалению сейчас не получится развернуть фотографию потому что если я разверну будет видно все очень мелко вот вот такой уже у меня был результат это желтый вот уже начала вышивать даму как видите желтая окантовка это то ли ее волосы да это волосы потому что она блондинка и у него такие вот блондинистые волосы и вот уже даже часть платья начала вышивать а там где промежутки вы видите это промежутки для бисера я не зачеркиваю бисер сразу же то есть в схеме я имею ввиду не зачеркиваю либо не помечаю никак бисерные части мне и так становится в процессе понятно какие символы я не использую и какие относятся к бисеру поэтому мне как-то легко это определить на глаз поэтому я как-то не заморачиваюсь с этим и вышивала по схеме только крестиком то что не нужно потом я с легкостью смотрю и вижу где у меня бисер вот то маринка прок она конечно говорила что нужно для удобства определять где находится бисер еще до отшива да вот еще следующий день думаю все же нам стоит как-то ускориться и побыстрее буду вам показать эти фотографии вот уже прорисовывается нос и не скажу прям что сразу мне понравилось то есть я понимаете я же собираю наборы сама и я до конца никогда не уверен все точнее всегда не уверена что же у меня получится в итоге понятно когда за тебя набор собрали все сделали тебе положили ты просто покупаешь схему или набор и у тебя уже все понятно то есть ты отключение отходишь здесь же все было сделано только на свой страх и риск как я это люблю делать и поэтому когда я смотрела на начало вышитой работу мне показалось что некоторые ромбики возможно как-то бледновато смотрится то что какой-то переход должен быть между ними более серьезный как мне казалось но опять же откуда я могла это знать я видела только превью этой работы а также отшив мы по моему у лили это она прям как бы так особо не показывала все эти моменты или даже если она показывала то я не поняла там конкретно вот этих вот всех переходов и прочее вот еще следующий день уже пошел отшива и понимаете когда я вышиваю здесь разными цветами которые подобрала соответственно сама по перенабору все это я делала и причем некоторые цвета отсутствует я уже сказала у меня потому что перенаборе была дана палитра dmc а у меня и палитра dmc нет вообще у меня только несколько ниток dmc по моему несколько мотков перемотана все остальное это из х с пнк гамма ну и так далее и мне было конечно тяжеловато немножко подбирать хотя это всегда очень большая радость и большое вдохновение и если вы не помните как я это делал то обязательно посмотрите видео собираем набор вместе дама червей червонная дама от мел хилл джим шор на моем канале и вот когда я начинаю вышивать я мне немножко такое опасение думаю может быть что-то получается не так тем более когда мы вышиваем первый этап у нас первый этап мы не видим бэка у нас очень такая картинка получается размытая смотрите нет бэка первое второе нет есть очень много пустот которые должны будут заполниться в дальнейшем бисером и так как там пустота и просвечивается лен ты не можешь понять как она все это дело будет выглядеть и когда вот так вот вышиваешь смотришь что нужно правильно неправильно тем более вот здесь вот по бокам рамочки вы видите прям резкие переходы цвета на самом деле она не так вы в этом убедитесь я вам покажу на видео просто так ну фотография так сделано возможно свет вот не так вот просто падает и на самом деле вот здесь вот рамочки до 2 2 нитки из разных палитр это гамма и с х с гамма нитки очень тонкие с х с нитки толстые и это синтетика против хлопка и когда это все вместе получается то что одни крестики у тебя пухлые выходят а другие крестики тонкие кстати это не особо то даже убирается когда работа проглаживается просто до того еще момент как сделать бэк я работу постирала и прогладила для того чтобы возможно убрать какие-то огрехи чтобы эти крестики не выступали вперед но это не получилось получился такой эффект частично пухлых крестиков и со старинности вот этой вот рамки карта получается не новая а старенькая и самое главное то что я забыла вам сказать это то что изначально я допустила очень очень большую ошибку эта ошибка в расположении карты на линии мне почему-то показалось что я великие у меня великий глазомер и этот глазомер может спокойно сориентироваться без сантиметров метров и прочее без измерения как мне расположить эту даму на ткани конечном итоге у меня конечно все скосилась перекосилась как вы видите слева смотрите отступ какое справа какой и все бы ничего если бы я не предполагала эту даму оформлять том же стиле как и оформляю и туза для этого мне нужно чуть больше полей как мне казалось я хотела ну и иначе какой смысл вышивать вот эти вот дизайны на равномерки и на линии если ты этот лен зашиваешь полностью у тебя полная зашивка не имеет никакого смысла этот лен для того он и создан чтобы его показать показать на эту основу на который выжит эта красота для этого для оформления должны быть доступны поля льна то есть эти поля льна должны окружать эту даму если у меня поняли то есть это как обравляющие паспарту только тканевый паспарту для картины а потом уже дальше за каким-то большим вот эти вот промежутком ткани уже должно начинаться либо паспарту либо уже собственно рама чтобы показать что у тебя вышит эта работа на линии не просто так непонятно на чем надо было думать мне об этом заранее а я не подумала но в итоге мне пришлось отрезать всю правую часть которую сейчас видите вот это вот здоровенная правая часть и я не знаю куда ее буду употреблять может быть выкинула может быть закладочку вышел какой-нибудь для книжки хотя я книжки последнее время совсем не считаю потому что у меня на это время нет вот и не слушаю да и не только во времени дело в том что в последнее время в книгах ничего особо интересно для себя не нахожу если это фантастика то это такая фантастика которую я могу придумать и поинтереснее а если это житейские истории то как говорится чего только не слышал не услышал и все это повторяется одно и то же ничего нового если у вас есть какие-то интересные реально книги посоветуйте пожалуйста потому что я не фильмов последнее время хороших не вижу ни книг ничего особо интересного для себя найти не могу вот возможно просто меня вышивка так поглотила так вот еще следующий день отшива уже не помню какой но собственно это наверное не важно здесь у меня вы что все кроме бисера я вышла бэк уже как видите на лицах дамочек у меня осталось пришить бисер так когда я даже сделала вот видите окантовку вот эту вот черную который многие забывают делать на первых этапах потому что в перенаборах ее не рассмотришь особо нужно приглядываться потому что обычно там карта дана от и до то есть обрезаны по полям без всяких нахлёстов канвы равномерки и прочее поэтому ее видно не сразу вот и я когда обрамил уже вот этой вот черной ниткой карту тогда уже все она мне понравилось это обрамление я сделала не по ключу а в две нити здесь у меня что уже а здесь у меня пришить бисер на обозначениях за полями то есть вот это вот дама черви дама черви и еще первое сердечко сверху у меня зашито бисером бисер кстати весь брала по ключу весь по ключу мелхилл заказывала специально для каждого из этих четырех дизайнов которые у меня будут сейчас только два у меня вышит еще будет король бубновый и крестовый балет ну вот и но думаю что обрамление у меня теперь хватит но если хватит то буду братья меньше чем хотелось не изначально я имею ввиду вот именно этого льна чтобы была видимая зона льна на оформленной картине пока что не бегу оформлять всю эту красоту потому что не вы что вся серия еще нужно сейчас мне вышить по планету земля после планеты земля я буду шить короля потом буду шить риоли с озера байкал и потом буду жить шить четвертую карту завершающую же в этом году мой основной план вот как близко выглядит вышитая зона сверху очень красиво изначально кажется что какая-то какая-то странная сердечко странное обозначение но когда ты уже вышиваешь бисер у тебя картина просто преображается а вот сейчас я еще до того как сняла вам конкретно и вот это вот видео которое будет завершать это видео я смотрю на нее и ас когда ее трогаешь так приятно она такая нежная воздушная она не просто невероятно красивый и нет таких вот сильных переходов и пятен в этом сейчас убедитесь не видно этого всего на фото вот то что видите сейчас на рамке вот это вот аляпистости непонятно что нет этого не видно слава богу а то бы и я такую красоту на самом деле бы перешила потому что но это стоит того это одна из моих любимых серий вообще но это и понятно потому что я начала ее вышивать первую поэтому она моя любимая серия так и серийной работы у меня много у меня есть еще бутылки я хочу вышить от мари искусницы и шампанское и пиво я хочу вышить а также виски хочу вышить который сама собрала но первая серия все же у меня будет вот это и я считаю очень достойная серия спасибо дизайнеру джим шор пост просто молодец и каждый раз когда вообще я вышиваю мелхилл я просто поражаюсь конечному результату даже когда в руках он преображается то есть сначала тебе кажется это какая-то вот в общем-то фигня а потом с бисером с бэком это невероятная красота смотрится но вопрос в том пожалела ли я купила что я не купила оригинальные наборы собрала сама нет нисколько потому что я получил двойной если не тройное удовольствие первое это то что я сама собирала набор это вообще моё детище мой ребенок можно так считать сама собирала набор сама его вышивала и сама радовалась конечному результату который создан по моему набора сейчас вы уже видите в неприближенном виде готовую даму сейчас конечно мы ее с вами рассмотрим поподробнее у меня насколько знаю сейчас еще будут некоторые фото фото вместе с тузом по моему будет и не вы сейчас убедитесь в том то что конечно фотографии они немножко переверяю перевирают реальность потому что вместе с этим тузом в сравнении с тузом я вам и покажу эту даму уже на видео который сниму сейчас если вам понравилось это видео если вам понравилось это дама то жмите пожалуйста лайк подписывайтесь на канал если хотите увидеть больше подобных интересных видео у меня в закромах много-много мил хилом и это и новые наборы и некоторые старые наборы которые я еще не открывал но у меня тоже прям как говорится чешется хочется открыть хочется выжить но я не могу мне нужно сначала вышивать и двигать свои большие процессы после после каждого большого процесса я делаю себе вот такую специфическую отдыхалочку вот посмотрите эта карта дама совершенно готова и правда при не очень хорошем свете и рядом с ней тузик туз от мил хилл первый до сих пор я любуюсь не представляете я вечером у меня зиг какой-то они же не оформлены я вечером чуть не каждый вечер открываю свой шкаф с теми работами которые у меня уже готовы и ждут своего оформления вынимаю оттуда этого туза и и смотрю просто смотрю на него и у меня такое какое-то не знаю эстетическое эстетическое удовольствие получаю от этого что это стоит того правда это стоит вышивать этот бисер просто восхитительно мерцает и и в оформлении я думаю это будет просто великолепные карты просто шикарные карты которые украсит несомненно украсит мой интерьер тут еще кстати главное оформить хорошо то бывает так что вышлишь красоту оформишь так что у тебя вся красота это потеряется неоднократно видел шикарнейшие работы вышли даже дименшинс так далее оформлены какие-то простые рамки без паспорту без всего самостоятельное оформление которые просто на то чтобы просто типа оформить и все не подошли к этому серьезно и получается то что работа вся теряется вся красота работы вот главное вот это вот грань соблюсти не испортить своим красивые вышивки потому что все-таки скорее всего я буду их очень похожи рамы оформлять если не в одинаковые все буду оформлять в одном стиле ну что ж пришла пора снять видео давайте сейчас вам покажу как это все в живую вот они мои красавцы туз и дама дама требует глажение скажем так поэтому она еще может быть не так презентабельно смотрится но уже можно понять что у меня получилось что это за карта смотрите какое невероятное сияние карты просто обалденный я конечно понимаю что изнанка далека от идеальной но мне оно и не надо вот такая вот красотка 12 дней до дождите с 11 по 23 до 12 дней работы и вот такой не побоюсь этого слова шедевр но опять же на вкус и цвет товарищи нет тут несколько может сказать ну вот 12 дней потратила вышла фигню полную а мне вот кажется что она просто прекрасно давайте мы ее покрутим повертим поближе поближе подойдем к ней вот такая дамочка может быть вот так вот смотрите какой классный бисер ну ведь правда она великолепная она моя вторая гордость первая гордость а нет туз тоже моя гордость первая гордость совсем это мои павлины которая вышла даже практически без схемы просто увидев отшив это был чудесная игла назывался набор как-то во всей красе до него я вышла и подбирает цвета по фото и вот здесь вот тоже моя красота о не могу я прям насмотреться на нее смотрите какие цветочки красивые бисер вот этот вот весь как играет но раньше я скажу вам так что чтобы вышить такую красоту мне понадобилось полгода бы я очень медленно вышивала но сейчас конечно быстрее вот конечно бывают вот минусы вы наверное не заметили но я уже заметила из-за того что у меня не идеальная изнанка у дамы под глазами фингалы посмотрите посмотрите вот а фингалы это это что это протяжка там кстати не видно здесь там протяжка синие нитки под этой белой поэтому получилось дама с фингалами ну что не бывает где не случается как говорится ну бывает так что двинут иногда а что делать свет выходить приходится вот и дама будет такая мало ли кто карточный долг кто-то не отдал вот дама с фингалом а вот у этой у этой почти такая же история но она но она выздоровела будем считать что выздоровела вот такая вот дамочка думаю красиво будет смотреться еще раз покажу вам свою гордость моего туза теперь когда буду вышивать короля буду показывать вам трясти этими двумя тряпками тоже перед вами да если уж хвастаться то по полной программе вот такая красота ну что друзья это все я завершил эту работу а сейчас я заново вышиваю планету земля и теперь буду планету земли в смысле заново обратно возвращаясь к своим процессу планета земля по моей схеме и вышиваю только его до победного по крайней мере пока что я так решила когда вышью возьму еще за работу один из таких наборов кстати этот набор нужно еще тоже собрать с вами буду опять же собирать снимать все это на видео буду снимать как я собираю короля поэтому не пропустите это видео подписывайтесь на канал следите за серией за оформлением за всем остальным всего вам хорошего и доброго если понравилось это видео ставьте лайк до новых встреч пока пока